Журналисты Москва-Баку отправились в Гойчай, чтобы принять участие во вкусном празднике, Дне Граната, и узнали, в какие блюда добавляют этот полезный плод жители Азербайджана. В Азербайджане гранат считается королем всех фруктов. Ему посвящают песни и стихи, его даже используют в медицине. На сегодняшний день Гойчай на 4000 гектар выращивает более 60 сортов, в том числе и черную жемчужину, знаменитый сорт, который считался утерянным. Его крупные темные зерна напоминают жемчужные россыпи, а терпкий вкус – словно дорогое выдержанное вино, которое только по большим праздникам достают из старинных погребов. 15-й фестиваль гранатов Гойчай проходит на просторном городском стадионе. Только он может вместить такое большое количество гостей, прибывших со всех уголков республики и зарубежья. Столы и стенды буквально ломятся от обилия гранатов. Местные фермеры радушно угощают людей вкуснейшими плодами, расхваливая свой продукт. Мы только приехали, но, надеюсь, понравилось. Первые два раза очень понравилось. А что с собой увезете? Наверное, гранаты купите или еще что-то? Мы хотим взять сувениры здесь, потом мы хотели бы взять наршарап домашний и, скорее всего, гранаты. Мы знаем, что Гойчайский самый лучший. А вы вот гранаты, наршарап, как используете дома? Как и с мясом, и с рыбкой. Мы любим. А мой сын даже может просто так вот есть. Руджали Ганиев – местный фермер, который каждый год приезжает с урожаем на фестиваль. Он уверяет, что именно у него самые вкусные гранаты. Вот это знаменитый азербайджанский сорт гюлейша, отличительной особенностью которого являются округлые плоды с розовым оттенком кожуры. Зерна при созревании становятся темно-красными и имеют средний размер. Из такого граната получается очень ароматный и полезный сок. У нас в Гойчае растут самые вкусные гранаты. Это известно всем. Мы добавляем гранатовый сок и соус практически во все блюда и даже готовим из него мармелад. А самым главным блюдом на наших столах является плов нарданча с курицей, курагой, изюмом и, безусловно, с гранатом. Бакинка Марина Бурова приехала на фестиваль вместе с тетей и детьми. Говорит, что не могли пропустить такой красочный праздник. Очень красивое место. Что насчет гранат? Мы очень любим их. Знаем сорта – белые, красные, всякие. Также используем их в еде. В еде, например, в чертма я всегда ложусь печенью. Особенно люблю кутабы, кутабы с гранатами. Это вообще… Наром. Вообще, да везде, везде, да, кругом. Гранат – это наше, как сказать, такое, как сказать, и фрукт, лакомство наше, да. Место конфет. Да, место конфет, да, можно так. В числе гостей фестиваля граната – гости из Китая. Девушка неплохо говорит на русском языке. Она учит язык Пушкина и Достоевского уже четыре года и не собирается останавливаться на Достинуто. Я приехала из Китая. Да, я очень рада познакомиться с вами. Я очень рада приехала здесь. Да, поздравляю Азербайджан. Кстати, здесь на фестивале можно увидеть и попробовать плоды необычного дерева, которое родом из Китая. Его называют конфетным деревом. Оно было завезено в Азербайджан в середине 30-х годов прошлого века из Китая. Своё название дерево получило за сходство плодов с карамельками, как по внешнему виду, так и по вкусу. За ним трудолюбиво ухаживали местные агрономы и в 1960 году в Гичайском районе было уже три таких дерева. Сложность выращивания заключается в том, что размножать дерево можно только семенами. Кстати, в Азербайджане конфетное дерево занесено в Красную книгу. На фестиваль граната принято приезжать большими компаниями с родственниками и детьми. Очень интересно, очень любопытно, прекрасная атмосфера. Люди добрые, друг к другу очень добрые, доброжелательно относятся. Гуляем, мишем что-нибудь позитивное. Но пока что позитив везде есть. Скажите, а в Санкт-Петербурге, когда вы жили, вы где покупали гранаты, какие выбирали? Гранаты всегда на рынке покупали у азербайджанцев, искали наши гирчайские гранаты. Самое вкусное, как мы знаем, всегда едим свое. И находили, слава Богу. А скажите, вот ваша супруга, как вас зовут? Снежана. Снежана, вы вот гранаты используете, когда готовите, допустим, какие-то блюда азербайджанские? Конечно, используем салаты, кутабы. Даже можно делать наршарап. Умеете уже готовить наршарап? Свекровь умеет. Конечно, сок делаем, пьем сок, детей поем соком. Вино делаем. Ну, вино такое безалкогольное, но во всяком случае, да. Гранаты у нас вот с мясом делаем, с луком. И салаты делаем, салат добавляем с бураком. А помидоры в гранатовом соку? Да, и ядень, норы. Помидоры в гранатовом соку? А деньянки, перец и помидоры зеленые, все заливается гранатовым соком и настаивается. Очень вкусно. А знаменитый салат, вот бакинский, лук с гранатовыми зернышками с соком? А как же, мясо, баранину жарим, тушим и сверху посыпаем вот это луком. Обязательно лук и гранаты. Нет, ну, гранаты это у нас, как в России картошка. Да, мы гранаты ничего такого, да. И пьем так, дети у нас на гранатовом соке. В самый сезон мы пьем очень много сока. Заказываем нам, готовые привозят. Во всех магазинах продают соки, пожалуйста, в разных расфасовках. Будьте любезны, только покупайте, пейте и будьте здоровы. Местная жительница Садагат Мамедова угощает многочисленных гостей фестиваля вкуснейшим вареньем из граната. Мы тоже пробуем густую жилиненую смесь. Очень вкусно и питательно, а главное, полезно для здоровья. Просим Садагат Мамедову поделиться с читателями Москва-Баку рецептом ее фирменного варенья из граната. Берете спелые плоды граната и разбираете его на зернышки. Аккуратно моете и перекладываете в посуду. Заливаете заранее приготовленным щербетом. Это сироп из сахарного песка и воды. И варите на слабом огне. Перемешивать его часто не нужно. Готовится такое варенье около часа. Таким лакомством лечат простуду и гриб. А еще зерна граната используются в косметологии. Из них готовят маски для лица. К нам в Гюйчай специально приезжают столичные косметологи, чтобы купить здесь гранатовое сырье. Отметим, что в 2021 году азербайджанский праздник граната, традиционный фестиваль и культура граната были включены в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова